Щитные дни остались до начала нового учебного года. 1 сентября тысячи мальчишек и девчонок Тверской области вновь сядут за парты. В учебных заведениях региона сейчас идут последние приготовления к возвращению ребят. На днях готовность одной из школ проверил Владимир Васильев. Средняя школа номер 34 в Заволжском районе Твери. На прилегающей к учебному заведению территории кипит работа. Совсем скоро здесь будет оборудована новая спортивная площадка. Приемка объекта намечена на 10 сентября. С ходом работы знакомился советник президента России Владимир Васильев. Это будет мини-футбольное поле, это будет баскетбольно-волейбольная площадка, дорожка беговая и зона воркаута. И я думаю, что это, конечно, очень большое дело для всех жителей микрорайона. И в первую очередь, конечно, для наших школьников. А внутри школы к возобновлению учебного процесса все уже готово. Не так давно ряд классов были отремонтированы по программе ликвидации второй смены. В помещениях была установлена новая мебель, обновлено оборудование, используемое в учебном процессе. Кроме того, в школе был приведен в порядок санузел. Но работа, отметил советник президента страны Владимир Васильев, продолжится. Как в этой, так и в других школах региона. Инициированный главой государства и партией «Единая Россия» проект предполагает формирование программы капитального ремонта российских школ. В том числе и на основании обращений самих граждан. «Задача, которую поставил президент, она как раз и предполагает, что ученики этой школы, учителя и родители, должны увидеть. В этом году они увидят то, о чем мы говорили. Что их дети занимаются. Пока так. Дальше. Вот этот класс и еще два. Но вчера президент назвал очень большие суммы. Они в целом по стране и, естественно, придут к нам в области». Добавим, что новый учебный год в Верхней Волжье начнется для без малого 140 тысяч школьников, почти для 55 тысяч воспитанников детских садов и более чем для 26 тысяч студентов профессиональных образовательных организаций. Около 15 тысяч детей пойдут в первый класс, больше всего первоклассников в Твери, Вышневолодском городском округе, Канаковском и Калининском районах. Продолжение следует.